Всем привет! С вами Ольга Чернова и мои видео обзоры различных сортов томатов. Для тех, кто не видел предыдущие ролики, расскажу для чего я это делаю. Для того, чтобы вам не запутаться в огромном количестве сортов при выборе томатов, я сделаю краткий-краткий обзор каждого сорта и расскажу вам, как подбирать правильно наименование. Вот до этого у нас был сорт ультраскороспелый. Сейчас расскажу про томат льдинка. Написано, что хорошо переносит засуху и небольшие похолодания. Хотя на нем нет отметки снежиночки, как на предыдущем, что он может выращиваться в сибирском регионе, но тут зато написано, что он выносит небольшие похолодания. Это значит, такая надпись нам дает знать, что он тоже может выращиваться в регионах с холодным климатом. В Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале. Сейчас я прочитаю. Скороспелый сорт, период от сходов до начала плодоношения 90-95 дней. Растения детерминатного типа, высотой 40-45 см, плоды округлые, ровные, гладкие, массой 100-120 г. В технической спелости практически белые, в биологической ярко-красные, мясистые, сладкие, очень вкусные. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте, в парниках и теплицах. Ценность сорта ранней спелости, устойчивость к небольшим похолоданиям, даже в период цветения, хорошо переносит засуху, не посынкуется, отличные вкусовые качества, высокое содержание каротина. Вот сорт льдинка, его особые, как отличительные черты, он как белый налив. Когда они зеленые, ну не зрелые еще, они не зеленого цвета, а вот такого белесого, как белые. Вот, наверное, поэтому написано, называется льдинка. Чем он отличается от ультраскороспелого? Если мы сравним, у ультраскороспелого 70-75 дней до зрелости, у этого уже 90-95. Значит, он будет позже, значит, они все-таки не очень похожи, этот ультраскороспелый, а это просто скороспелый. Я забыла добавить, что когда вы будете выбирать, они делятся по срокам созревания на очень-очень много, несколько групп. Ультраскороспелые, ранние, средние, поздние, просто скороспелые. И вам, чтобы не запутаться, вы должны решить, какой именно вам нужен. Или ультраскороспелый, который быстро-быстро-быстро созреет, но плод у него будет не очень большой. Или который будет чуть попозже, но плоды у него будут чуть побольше. Вот тут уже указано 120 грамм. 120 грамм это размер с яблока, нормальный, хороший такой плод. И у томата льдинка написано, что его уже можно выращивать даже в теплицах. Так, сейчас я найду. Да, и в открытом грунте, и в парниках, и в теплицах. Значит, это универсальный сорт, его можно выращивать и просто в огороде, и можно выращивать в теплице. Когда вы будете выбирать сорта, если вам попадется льдинка, вы уже знаете, что у кого есть теплица, можно для раннего урожая в теплицу посадить льдинку, но можно оставить и на улице. Скороспелый сорт, он будет пораньше, чем все вот эти, которые крупненькие. Все, до свидания. Вот это краткий видеообзор сорт льдинка. Следующие сорта будут в следующем видео.